Добрый день, давайте начнем наш комитет. Значит, у нас в повестке с вами 11 вопросов. Давайте с вами проголосуем за основу. Кто за данное предложение, за повестку? Можно добавить. Ну, сейчас буду давать предложение. Кто за основа? Чисто. У кого будут предложения, замечания? У меня вопрос такого характера. Я в интернете прочитал, что на город выделяют 100 миллионов рублей на дороге и будут делать улицу Ударьсу. А невозможно там рассмотреть, когда дорогу будут делать на Ударьсу, а рассмотреть карман в районе 38-й школы, чтобы что-то им было. Коллеги, кто за данное предложение, чтобы внести вопрос? Будут ли деньги вообще? Не будут они, не будут. Я прошу, что ли, 100 миллионов, да? 100 миллионов, да. Какие улицы? На ремонт дорог. Ну да, да, они Ударьсу там хотят делать. Давайте, на отключение данного вопроса поездку. Только вопрос следующий. Пётр Николаевич, ты будешь за этого отвечать? Ну всё. Кто за данное предложение? Спасибо. Ещё какие-то добавления, замечания будут? Значит, с учётом предложения о включении вопроса по сультировке дорог, предлагаю проголосовать за повестку дня в целом. Кто за данное предложение? Против. Воздержался. Спасибо. Первый вопрос. О работе комитета городской думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов за 2018 год. Коллеги, все ознакомились? Нет, на ДУ. Рекомендую на ДУ. Ещё какие-то предложения будут? Кто за предложение депутата Шкумсера? Кто за? Против. Воздержался. Спасибо. Второй вопрос. Вопрос о разгрузке большегрузных автомобилей, обеспечивающих доставку товаров в сетевые магазины «Магнит Пятёрочка» во дворах на квартирных домов. Значит, коллеги, у нас с вами есть представитель ГИБДД. Проходите, пожалуйста, сюда. Значит, вопрос у нас из года в год. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Инспектор, профессионал полиции Белов, Олег Сергеевич. Смотрите, вопрос у нас следующий с вами, что большегрузные автомобили сетевых магазинов разгружаются в дворовых территориях. Особенно нас напрягает то, что вот именно в весенний период, когда дороги не выдерживают такой нагрузки, соответственно, дороги просто разрушаются. Вот у меня вопрос и к администрации, и ГИБДД. Будут ли какие-то ограничения введены для того, чтобы в этот период больше груза, особенно даже с прицепами, не разгружались в дворовых территориях? Начну, что на въездах в город со стороны проспекта Чкалова, Держинского, Ленина, Царковского установлены дорожные знаки, ограничивающие движение грузовых автомобилей свыше 3,5 тонн. Данные за исключением дороги по Заревской объездной в сторону Красноармейской и проспекта Свера. Данная дорога принадлежит ГУАДу с выходом на Решетихинское шоссе. В период с 1 по 30 апреля 2019 года будут закрыты дороги подъезда к городу Держинску. С какого человека? С 1 по 30 апреля дороги ГКУ, принадлежащие ГКУ и МГУАД, то есть это подъезд трассы М-7, Нижегородское шоссе, Держинск-Пластик, Автозаводское шоссе, Держинск-Обход города Нижнего Новгорода. Будут установлены знаки временные 3.12, ограничение массы, приходящейся на ось 6 тонн. То есть свыше этого запрещено будет движение. Также будет ограничено движение данного транспортного средства, превышающего 6 тонн на ось по территории поселка Пушкино и Бабушкино. Является тоже дорогой, которая имеет название «Южный обход города Держинска». Согласно действующему правилам дорожного движения, что касается дорожного знака 3.4, движение грузовых автомобилей запрещено. Не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначено для перевозки людей, транспортных средств, организации федеральной почтовой связи, а также, самое важное, также грузовых автомобилей без прицепа, с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслужат предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшее место назначения перекрестка. В данном случае с сотрудниками ОГИБДД проводят профилактические работы по выявлению водителей, нарушающих требования дорожного знака, то есть грузовых автомобилей, максимально разрешенная масса которых превышает 26 тонн. Это все находится в данных документах, свидетельствах о регистрации данных транспортных средств, и профилактика проводится в данном случае. Движение крупнопотоннажного грузового транспорта дорога в городе создает дополнительную угрозу безопасности дорожного движения. Немаловажную роль в этом играет состояние дорожного полотна на территории города Держинска. Начинается все с уборки снега с городских дорог, сейчас это вся вода, которая не убрана вовремя из-за предела дороги, все она находится на проезжей части. С движением грузовых транспорта состояние проезжего полотна только ухудшается. Подъезда к магазину во многих случаях не рассчитана на грузовые автомобили с прицепными. В адрес ОГИБДД очень часто поступают жалобы от жителей, очень проблемное место это молодежное, дом 10, там когда во двор сам был свидетель, он заезжает 3 грузовых транспорта. Галкина 4. Галкина 4, да. Да, это в жилых домах расположены магазины, магнит, пятерочка. Все ГИБДД считает, что целесообразно рассмотреть возможность доставки продуктов в такие торговые магазины с использованием грузовых автомобилей за подъемом до 3,5 тонн. Это что позволит разгрузить городские дороги и сохранить дорожное полотно, пригодным для эксплуатации состояния. Ну давайте я черту подведу, то есть по сути на сегодняшний день разгрузка большегрузных автомобилей в городе Дзержинске запрещена, так? Есть. Ну и разгрузку в том числе. Да, но согласно правилам дорожного движения, движение в жилых зонах, раздел 17 правил дорожного движения, он запрещает в жилых зонах стоянку грузовых транспортных средств с рабочим двигателем, а также просто стоянка, но есть санитарно-эпидемиологические нормы, которые запрещают разгрузку грузового транспорта со стороны именно дворовой территории. Ну у нас, к сожалению, закон не работает. Да, но санитарно-эпидемиологические нормы это не сверхдеятельство ГИБДД, к сожалению, но тем не менее, в заездах у дворы очень часто перегораживаются грузовыми транспортами, создают угрозу, что мы можем, мы в силах мы делаем, но тем не менее, грузовым транспортом БИДД разрешено въезжать в город на ближайших перекрестках и выезжать также. У них есть специальные маршруты, в частности, на площадь города Держинского, торговый центр Держинский, также грузовой транспорт по накладным и всем у них, здесь разгрузка, им это не запрещает. Слышь только... Евгений Борисович, пожалуйста. Вопрос к представителям ГИБДД, я отправил в прошлом месяце вашего руководителя Держинский, который, в частности, на моем округе, улица Попова-34, это ситуация, которую рассказывали в магазине Магнит, зона разгрузки выходит непосредственно к подъезду, когда грузовая машина Магнит приезжает разгружаться, там перегораживается вся дворовая территория, что создает угрозу жизни и здоровью населению, невозможность проезда транспорта. Дайте, пожалуйста, четкую инструкцию, что должны мы делать с жителями, чтобы пресечь эту историю. В данном случае надо смотреть, какое транспортное средство заводит, какое тонажность, грузовое. Если, например, транспортное средство, я же повторяюсь, вот 26 тонн, это если взять фору Магнитовской, то если с прицепом они ездят, то полностью грузовой автомобиль, еще к нему прицеп. Вот если... Да, если он не будет 26 тонн превышать, если у него все написано... Он перегораживает всю дворовую территорию, изучает через угол. Всю дворовую территорию. Одновременно с этим, да, правило парковки, либо стоянки запрещают ставить транспортное средство так, что это создаст помехи для движения других, сделать невозможным движение пешеходов, либо затруднить движение других транспортных средств. При данных фактов, обращаться в ДВДД и наряд ДПС, который находится на линии, он проедет, даст оценку действия водителя, если будет и заявление лиц, которым он мешает, либо транспортным средством будет привлечен к административной ответственности. Это максимум, что можно сделать в рамках ДВД. Но почему же разгрузка со стороны жилых территорий тоже заключена? Я же раз повторяю, это санитарно-правильная норма. Вот у нас есть понятие стоянка транспортных средств, а есть понятие разгрузка. Вот стоянка транспортных средств, это преднамеренное прекращение движения на время более пяти минут, не связанное с разгрузкой, погрузкой товара, а также посадкой, выставкой пассажиров. Хорошо, мы услышали. А есть представители Тандыр? Мы приглашаем. Никто не появился, да? Это маловероятно на сегодняшний день, при том количестве сотрудников, которые работают на улице, это маловероятно, что кто-то поедет на вызов жителей по вопросу неправильной парковки, разгрузки грузового автомобиля. У меня есть другое предложение и вопрос. Если мы будем делать фотофиксацию, где будет четко видно, что перегородил проезд на территории, где видны госномера этого автомобиля, будем с заявлением посылать нашу отделу ГИБДД. Будут приняты меры? Да, согласно 59-го федерального закона обращения граждан, любое обращение будет принадлежать регистрации, книгу учетов происшествий, преступлений и правонарушений. Будет присвоен инвентаризационный номер данного происшествия, будет направлен под ведомственностью. А штраф от этого нарушения будет оплачиваться в какой? В областной. Штраф в какой сам? 100 рублей? Да. Федер Николаевич, за дороги в администрацию, я так понял, ты у нас отвечаешь сейчас, так или нет? Коллеги, у меня вот какое предложение все-таки. До 1 апреля поручение администрации собрать, организовать совещание с приглашением руководства местных представителей областных продовольственных сетевых сетей, это Магнит Пятерочка, и пригласить все-таки ГИБДД на более высоком уровне. Для чего? У нас на сегодняшний день, мы с вами уже из года в год эти вопросы поднимаем. У нас по России действует закон, вы можете меня поправить, в весенний период большегрузные автомобили руководства оплачивают какую-то гнезду определенную, которая идет, ну я уж условно, я не в обиду, так будет сказано, значит, которая, ну давайте так обозначим, которая идет или там областной, или общероссийский бюджет, соответственно, город не получает от этого ни копейки, но при этом дороги портятся наши с вами. Поэтому я вот предлагаю дать администрации поручение об организации данного совещания, с приглашением депутатов, соответственно, и тех людей, которых я обозначил, все-таки нам надо эту точку какую-то тяжелую поставить. У нас были с вами, если помните, на прошлых весенних комитетах предложения все-таки обратиться к этим сетевым магазинам, о том, чтобы все-таки по городу были использованы малотоннажные автомобили, к сожалению, нас не слышат. Да, мы поправлюсь там, все. Есть, например, не со стороны жилых домов, а со стороны жилых домов разгрузка запрещена, но есть магазины, где с торца при проезде к жилой зоне там разгружаются, если поставить машину перпендикулярно, как бы зачастую стоять, также создается препятствие для движения. То есть, как вы и сказали, да, согласен, что если бы это использовалась как машина у газель, то проблемы бы не было. Юрий Владимирович, пожалуйста. Я хотел еще направить тему парковки во дворах и на газонах, то есть, как бы, ну, тому, что заезжают грузовые и парковка во дворах и на газонах. На сегодняшний день в городе Женский, как таковой, фактически, нет вообще стоянок для автомобилей, в принципе, как это есть там в Москве, в Нижненово и везде. То есть, тем самым разгрузить дворовые территории. Но пока у нас, значит, все ставят, где попало, как попало и на газонах, и на детских площадках, где угодно, у нас данные деятельности. Юрий Владимирович, извините, перебиваю. Это вопрос, в принципе, не ГИБДД, а, в принципе, вопрос к нам вместе с администрацией. Да, для этого всего у нас, у нас же есть закон, что запрещается ставить управление ГАИ и должно в этом плане работать. Машины эвакуируют, пускай из газонов эвакуируют тогда машины, и тогда начнут перевнимать. То есть, надо принимать какие-то решения, радикальные в этой части. Сегодняшний день, вот сейчас возникает, то есть, у нас идет плановый проект вот этот, вот этих, глагустойство дорог в территории, комфортная среда. И, заходя в любой двор, мы видим, что машины стоят везде. Юрий Владимирович, ну, давай тогда так. Сегодня мы ответ точно с тобой не получим. Я не хочу ответа, я просто хочу внести в повестку обсуждение, если будет администрация, то есть, рекомендовать администрации привести совещание и в этой части, то есть, и захватить еще не только... Ну, то есть, включить два вопроса. Да, не только большегруза, но и вот внутреннюю парковку во дворах. То есть, парковочные статисты. То есть, это должна быть разработана программа, то есть, это к нам сразу же в перспективе вопрос, программа по парковкам во дворах. По поводу парковок во дворах и на газонах кодексом административных правонарушений Нижегородского ООС предусмотрен за это ответственность. И уполномоченно выявляет административное правонарушение и административно-техническая инспекция. Правила дорожного движения, раздел 12, регламентирующие правила остановки стоянки транспортных средств, отсутствие понятия газона так таковой. И признать какое-то транспортное средство, стоящее на газоне, с точки зрения правила дорожного движения, невозможно. Особенно в зимний период. Особенно в зимний период, ввиду отсутствия банальной снегоочистки. Были жалобы, что гражданки мешали с коляской пройти, приехав на место, кроме как куча снега, и мы не могли определить, это тротуар или нет. Нет ни плана застройки, мы не смогли это сделать. И в итоге водитель не понес ответственность. Был не привлечен к ответственности, ввиду того, что мы не смогли доказать банальное отсутствие хорошей снегоочистки у двора. Ну, а в первый раз высказали. Нет, Юрий Владимирович, я все-таки предлагаю данный вопрос включить, однозначно рассмотреть на общем совещании, которое будет. Казатина Юрьевич, пожалуйста. У меня более практические предложения. Я хочу свою Солковск-83 опробовать в этом году. То есть можно ограничить физический доступ больших годов под разгрузку, установить металлические граждения, которые сейчас жители устанавливают в управляющей компании. То есть вот мы с моим активом Солковск-83 вопрос обсуждали. В принципе, наверное, у нас в апреле будет собрание. То есть где-то у первого подъезда магнита разгружается. Мы планируем, по крайней мере, поставить металлическое граждение на газонной части, скажем так, которая когда-то была газоном. А мы строим газонную территорию, они перекрывают двор, въезд по двор, да? Но машина физически не сможет подъехать, потому что она слишком большая. Поэтому, установив нормальное металлическое граждение, во многих дворах можно решить такую проблему. о пожарной машине. Нет, там проедешь, она помогит раздорове нам. Я понял, про что ты говоришь. Она не взвернется. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, что по указанию главы города, в принципе, нами планируется мероприятие, как раз рейды по постановке автомобилей во дворах. Потому что, в первую очередь, это мешает проезду пожарных машин. Сейчас мы согласовываем с МЧС и БТД. А в принципе, подробно, вот Глеб Игоревич, он как раз... Сейчас, коллеги, я просто хочу все-таки напомнить. Карательные меры, они какого-то результаты приведут, но не до конца. Все-таки у нас на сегодняшний день, мы с вами понимаем, что парковочных мест во дворах катастрофически не хватает. И здесь нужна программа в целом. Поэтому, слава богу, на сегодняшний момент у нас есть федеральные деньги по комфортной среде, и можем там делать парковочную зону. Но это у нас в этом году всего лишь 6 дворов. Такое благо наступит. Пожалуйста. Ну, я хочу то же самое, хотел сказать, указать им не есть. Там надо рассматривать такой вариант, что строительство многоуровных парковок и совместные администрации, предприниматели, которые будут строить вот именно вот эти парковки, которые работали вместе, чтобы убирать машины со дворов. Потому что просто никуда их тоже выгонять нельзя. А предприниматели не могут строить вот эти многоуровные парковки, а тут отсутствует экономическая целесообразность, скажем. Потому что все стараются. В декабре 2018 года вступил в силу федеральный закон номер 443 об организации дорожного движения. Он предусматривает такое понятие, как создание парковки во дворе. То есть собрание, собственно, квартирного дома, может, что ли, как правильный управляющий орган, правильный по решению своему создать парковку во дворе. Цель выделения определенного земельного участка, асфальтобетонного покрытия, с целью того, чтобы исключить так же себя на стоянке во дворах. Еще проблема немаловажная – это отсутствие во дворах, так скажем, тротуарной части зачастую. То есть если машина стоит вплотную к подъезду, да, создает помехи, это есть нарушение. А если чуть вбок встать, и не отсутствует, например, бордюрный, выделенный тротуар, то если машина будет стоять на выделенном тротуаре, хотя бы одной части, ну, половина колес, то это будет нарушение правильного движения. А если стоит просто, а отсутствует выделенный тротуар в дворе, то привлечь водителя не получится. Это нету. Ну, это вопрос правильный. Вот, коллеги, я сейчас просто по комфортной среде с депутатами общаюсь. Я их призываю к тому, чтобы при рассмотрении, при составлении определенного плана включалась в эту тротуарную часть. Кстати, на немчего, давай и подведем черту по этому вопросу. Пользуясь случаем, хотелось бы подвесение по учительству, по комфортной среде обращаясь, у нас есть некоторые добавки нестандартные, например, Солковского 35, пятиэтажный дом напротив Милмага практически. То есть вот там есть дискуссии между автовладельцами и жителями. Шагбаумом? Нет, 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 это пятиэтажка. То есть можно ли там машинам проезжать или нет? Поскольку, по мне, это тротуарная часть. Тротуарный магистральный тротуар проспекта Солковского данная часть. Что? Тротуарный, тротуар, магистральный тротуар проспекта Солковского. Там можно машинам вместе? Нет. Для погрузки, выгрузки и высадки пассажиров. Ну, то, что там жители, допустим, проезжают, там, таксисты. Ну, по полу такой же дом, не помню, 28-й или 30-й. И я еще раз повторяю, движение по тротуарам, возможное, жилую зону. В первую очередь, это жилая зона, да, потому что подъезд выходит на эту сторону. Подвозить и вывозить подъезжать и для вывозки пассажиров совершенно много, почему нет? Ну, стоянки нет. Да, но стоянка запрещена. А машину ставить нельзя? Нет. Выгрузить, разгрузить. У нас у ДСДМА есть. Вот так. Схотир Юрьевич, просто тут, к сожалению, действует закон. У нас с тобой есть законы, которые не работают. И вот, например, закон о курении, к сожалению, не работает. Здесь то же самое. Просто у ГИБДД не хватит ни сил, ни здоровья вывозить вот эти все вещи. Коллеги, давайте подведем черту. Значит, у нас два предложения, или одно предложение общее, дать поручение администрации проведения совместного совещания с представителями торговых сетей, магнит пятерочка, с приглашением на данное совещание представителей ГИБДД более высокого уровня. И, соответственно, депутатах. Где рассмотреть два вопроса. Первый вопрос, это Юрий Владимирович, то, что предложил парковочные места. И второй, все-таки, вот разгрузка больше грузных автомобилей на дворовых территориях и проезд их в несенний период. Петр Николаевич, уже все подведено. Чего ты хочешь? Кто за данное предложение, коллеги? Кто за? Родь. Спасибо. 17-й год. Информация. Лунин Петр Николаевич. Чего? Немалую. Немалую руку действует логично. Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги. Я, собственно, по тому вопросу, для поручения сейчас администрации, хотел только одно сказать. Что у нас есть постоянно действующий орган при администрации, межведовственный опыт при администрации города. Эта комиссия по безопасности должна лежать. Так что вот этот вопрос, значит, мы, я думаю, столиками рассмотрим и включим в апреле месяце как раз в финале комиссии по ГТД. У нас разговор, что до 1 апреля все-таки. Ограничение вступает 1 апреля, поэтому мы просим до 1 апреля. Поймите, пожалуйста, себя. До 1 апреля, ну, посмотрим. Потому что так бы у нас как раз плановый объезд будет в четверг, с ГТД влезти по некоему вопросу. И там-то на комиссии сразу это посмотрели. Так, я сразу прошу решения. Третий, четвертый, восьмой, девятый вопрос, чтобы не перескакивать там. Нет, третий вопрос, потом четвертый. Давай не будем... Давай, третий, четвертый, восьмой, девятый. Нет, Петр Николаевич, еще раз говорю, давай по порядку идти. Давай, я говорю по порядку. Значит, контроль за содержанием автомобильных дорог и элементом благоустройства является функцией департамента благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Сейчас он так называется. Значит, эта функция, она закреплена федеральным законодательством. Так называется. Муниципальный контроль в отношении дорог местного значения. Значит, данную функцию, значит, осуществляет управление дорожного хозяйства, которое восстановлено у нас в штатном списании администрации города с этого месяца. Вот. Контроль осуществляется следующим образом. Значит, первое. Нет, Петр Николаевич, давай немножко не путаться. Отчет о результатах проверок. Они так, как он осуществляется на сегодняшний день. Я сейчас... Я должен... Я сейчас... Значит, все результаты проверок, значит, они протоколируются и оформляются в виде актов проверок, которые, значит, визируются директором департамента и соответствующими должными лицами осуществляется за муниципальный контроль в отношении дорог. Значит, это сотрудники начальника управления, начальника секрета дорожного хозяйства, а также лица, непосредственно, которых в оперативном управлении находится в отношении дороги. Это муниципальные бюджеты и учреждения города. Значит, по результатам проверки состояния дорог за зимний период 2018 года, это, значит, в 2018 году, значит, мы привлекли к ответственности непосредственно в данном случае фирму-магистраль, которая является основным подрядчиком послуживания дорог, на сумму более полутора миллионов рублей штрафных санкций за некачественное цилизирование дорог, это включая уборку, выполнение, аварийное ремонт и так далее. По месяцам, конечно, это разная, наибольшая крупная сумма приходится на период весенне-зимний, это февраль, там сумму достигали 500 и более 500 тысяч рублей за месяц контрактов. Значит, как я уже сказал, значит, за январь 2019 года, сейчас, значит, сумма предварительных санкций, она составит 105 тысяч рублей, значит, ну, данные по февралю, сейчас еще только, значит, подбивается, идет проверка, значит, документов, отчетов. Я назвал за январь 2019 года, за январь 2019 года. По, значит, в 2018 году я назвал общую сумму состава 1,5-2,5 тысяч рублей. Что количество можно сразу перебить? Скажите, сколько количества было проверок? Значит, количество проверок проверяется два раза в месяц. Проверка производится с фиксированными актами и подписами резолюцией на соответствующих принятии мер. Вот. Кроме того, помимо планов проверок, значит, все акты выполненных работ также проверяются со стороны комиссии депутатов. Петр Николаевич, перебью тебя, а что в плановую проверку в понятие входит? Просто объезд, куда хочу поехал или в каким-то определенным местом? Нет. В плановый проезд, конечно, плановое осмотре, объезды, прежде всего, мероприятия по проверке дорог намечаются наиболее, значит, проблемные участки, связанные, прежде всего, с обеспечением движения общественного транспорта, а также на основании жалоб жителей, которые, обращений жителей, которые поступают у нас просто смотри, по факту, в прошлое весенний период мы вместе, совместно с главой города и с представителями администрации объезжали, объезжали проблемные точки. Это улица Попова, например, там, где у нас слалом большой, дальше улица Сверлова, где у нас ресурсники поработали на сегодняшний день, там тоже определенный такой слалом идет. С того года, за год прошел, прошел год, ничего не изменилось вообще, то есть это, давайте вопрос такой задам, это у вас было формально или... Нет, неформально, я отвечу сейчас, давайте с Попова начнем, да, значит, улица Попова, как здесь уже, значит, докладывал Олег Сергеевич, это улица, значит, она, дорога, автомобильная дорога, она является областной, южный отход города Дзержинска, значит, данная дорога стоит в планах ремонта по программе развития транспортной системы Нижегородской области, значит, на 20-й и 21-й год, решением главного управления автомобильных дорог, значит, улица Попова будет ремонтироваться, значит, в 20-м году будет ремонтироваться участок улицы Путузова-Фронза, это все Пушкина-Бабушкина, ремонт дорожного полотна, значит, улица Попова перенесена на 21-й год решение министерства и главного управления в связи с тем, что там масса коммуникаций, которые требуют ремонта, это НКС, это Водоканал, и прочее, и при объездах мы как раз это все фиксировали. В настоящий момент эти ресурсоснабжающие организации работу по, значит, ремонту коммуникаций и приведению их в порядок для того, чтобы потом можно было дорожную платную не выполнено. Значит, соответствующие обращения, предписания им, ну, не предписания, а обращения, значит, направленные для того, чтобы эту работу спланировать и улицу Попова сделать в 21-м году. Что касается проспекта Свербул. Значит, проспект Свербул состоит из двух частей. Первая часть, которая идет от Кругового кольца Циолковского до улицы Красноармейской, она находится в ремонте по плану главного автомобильного дорог. Первая часть, небольшая, в районе улицы Строителей была сделана, значит, в том году под фрезерование укладки, значит, выравнивающие слои. Значит, в этом году, значит, исполнитель работы Кабдурстрой, значит, работа будет проведена по всей улице Свербул. Что касается второй части улицы Свербул, то эта улица включена в программу безопасной и качественной дороги, и она будет осуществляться в рамках ремонта 96 миллионов, которые нам выделены в федеральном областном бюджете. В нашем софинансировании там 2 900 всего лишь. То есть, это вот все касается этих улиц. То есть, меры по всем этим объездам так или иначе, они принимаются. Ну, под этим я скажу позже, там по ремонту. Коллеги, давайте вопросы задавайте. Вопросов нет, что ли? Есть. Давайте. Дорогич, представляли, письменную информацию по количеству объездов, конкретно когда, куда ездили. Отчет мы вообще не получили. Значит, мы сейчас... 2 миллиона рублей, если два раза в месяц выезжали. Еще раз говорю, мы отчет сейчас воспринимаем на слух, то есть, отчета нет. Мы снимались, что смотрели. У нас, по-моему, дороги находятся в таком состоянии, что можно ездить каждый день, составлять протоколы. У меня предложение, если отчет не принимать. А я без чего принимать, если его нет. Вот я об этом говорю. А его нет. Его нет, вы приводите. Ну, нам нет, результатов. Значит, Глеб Игоревич, с учетом того, что вы у нас сейчас отвечаете за это тоже подразделение, значит, смотрите, мне бы хотелось какое-то, я не знаю, отдельное рабочее совещание провести из представителей депутатов нашего комитета, потому что реально есть вопросы по закрытию земляных работ на дорогах, особенно после работы ресурсников, значит, образовываются провалы, ямы. Дальше, то, что улица Попова, например, также будет ремонтироваться в 2020 году, ну, я не понимаю, как вот, я там депутат, и я не понимаю, как и жителям сейчас смотреть там в глаза и рассказывать, что в 2020 году будет капитально отремонтирован, и на сегодняшний день эта дорога представляет большую опасность, потому что там большие ямы на сегодняшний день, плюс провалы именно от работы ресурсников. Паута Плюс у нас там, к сожалению, оттуда не вылезает каждый год, вот, поэтому мне бы хотелось с привлечением ресурсников провести такое же совещание, где реально вот на сегодняшний день те работы, которые земляные закрываются, нас не устраивают, потому что вроде бы приняли, через месяц, через полтора там образовывается реально яма, и это в лучшем случае, в худшем случае там асфальт просто приходит негодность, вот, поэтому, коллеги, я считаю, что плюс, мне бы хотелось реально получить ответ, отчет за прошлый год именно по объездам, сколько объездов было, значит, какие штрафы выписаны, каких участков, должен был дойти, но нет, Георгий Николаевич, нет, к сожалению, еще раз говорю, значит, поэтому, если вопросов нет, то я поставлю на голосование, коллеги, дать поручение администрации провести, значит, еще раз повторюсь, совместное совещание депутатов, мы пригласим комитета, кто будет пожелает, и с приглашением ресурсников, и, соответственно, людей, кто отвечает за закрытие и открытие земляных работ. А у нас общий контракт на прошлый год у нас общий контракт вот на два с половиной года заканчивается в апреле месяце. Значит, общий контракт походу он оставляет 110 миллионов рублей. На этот, сейчас переходя, 43, вот заканчивается. 110 на 20 миллионов? Да. Сейчас. То есть, 1,5 миллиона от 50 миллионов рублей. Где-то. Но это столько, сколько позволяет законодательство. Не нужно. Я считаю, что работа выполнена формально и в состоянии дорожного покрытия и ремонта, вот о чем говорил Иваник Викторович, в прошлом году перед отчетом главы города проводился не один даже из выезда депутатов нашего профильного комитета и сотрудников администрации, представителей регистрального. На сегодняшний день мы видим, что все те лапки, которые делались весной прошлого года, на таких знаковых по трафику перекрестках, как Ленинского комсомола строителей, Телешкова Гайдара, улица Попова, Октябрьская, Черняховского. Опять просто у вокзала Телешкова просто отсутствует. Я считаю, что полтора миллиона это попустительство и формальный подход. Полтора миллиона для магистрали при сумме контрактов 50 практически миллионов рублей за прошлый год это просто покрывательство данной компании и наплевательское отношение к нашим жителям. Поэтому я хотел бы, чтобы наша администрация сделала выводы на будущее. Их подрядчиков работало более плотно. Представитель магистрали на том совещании тоже был. Коллеги, предлагаю поставить для насования мое предложение о проведении совещания в апреле месяце. Кто за данное предложение? Против, выдержал, спасибо. Четвертый вопрос о ямочном ремонте дорог в весеннем периоде 2019 года. Что касается ямочного ремонта в весеннем периоде, начнем будет проводиться двумя способами и уже проводится. Так, на сегодняшний день мы проводим аварийный ремонт тех, так скажем, выбоин, значит, ям, которые образуются на дорогах. Ну, я хотел бы коллегам вообще напомнить о том, что у нас некоторые дороги, значит, они уже выслужили по 3, а некоторые по 4 срока эксплуатации. Даже взять уже там, старую, вернее, часть Черняковского, значит, Гайдара, прочие и так далее. Это дороги, которые ремонтированы с 2000. Петр Николаевич, давай более конкретно. Нет, не отпустим. Какая сумма выделена на ямочный ремонт весенний период, Продолжаем. Продолжаем. Значит, ямочный ремонт, первое. Значит, сейчас мы проводим аварийный ремонт с учетом, значит, наличия достаточно большого, значит, объема воды, которая образуется, да, в процессе, там, таяния снега и так далее. Ну, понятно. Значит, ямочный аварийный ремонт, аварийный ремонт, я подчеркиваю, мы проводим сейчас специально созданной бригадой и особо опасные, значит, ямы мы укладываем брусчаткой. Эта работа началась, прям, конкретно, 6-го, значит, апреля. На настоящий момент, значит, нами устранено 60 квадратных метров таких вот особо, значит, опасных ям. Я должен сказать, что, да, есть обращение граждан, значит, по поводу, ну, состояния дорог в целом, но вот такого тотального, как было там прошлый, позапрошлый год, наличие там, значит, повреждений машин, к счастью, пока, вот на сегодняшний день нет. Эта бригада, она работает ежедневно, значит, пробовали мы применить холодный асфальт, значит, так, например, 18-го числа вчера, значит, 30 квадратных метров, значит, на учебном, на студенческом, значит, укладывали холодным асфальтом, но это холодный асфальт, при всей, так сказать, в общем-то, дороговизни, и, значит, прочее и так далее, значит, больше, ну, там, суток, значит, значит, не держится. Сейчас у меня вот в этих местах на студенческом учебном, на Терешково-Дзержинском, значит, бригада эти места переделывает, и пока вот эти аварийные ямы для предупреждения аварийности машин буквально брусчаткой. Значит, в настоящий момент размещен конкурс на 4 миллиона, это порядка 6 тысяч квадратных метров на ремонт автомобильных дорог с использованием струйно-экционного метода. Значит, ну, это мая месяц, в лучшем случае. сейчас набрали, еще 2 900, там я делаю сейчас по другим статьям, это мы пустим на ремонт картами с одной статьи и на 1 миллион 700 с другой. То есть, ремонт картами в любом случае тоже мы до первого мая начнем. У тебя это по конкурсу будет, или как? По конкурсу. Но это будет июнь месяц, но конец мая? это не июнь, это будет начало мая. Мы уже эту работу начали. Значит, к сожалению, значит, таким, значит, образом. Что касается еще, значит, ремонта, значит, дорог. Я уже сказал, что значит, в этом году в этом году мы будем производить значит, ремонт дорог на 96 миллионов с нашим добавлением. Значит, это будет прежде всего можно... Петр Николаевич, у нас ямочный ремонт, они есть дороги. Сергей Натальевич, пожалуйста, по ямочный ремонт, это все. У меня такой вопрос. Вот, вы сейчас занимаетесь ремонтом наших городских дорог, да? А магистраль занимается ямочным ремонтом? Да, магистраль занимается ямочным ремонтом. У них на часть их дорог, которые вот там, там на Дзержинского есть проблемы, та часть, которая, значит, яма на Ленина есть проблемы, которые мы им указывали. А как они мониторят это? Значит, у меня вопрос по улице Речной. Там сейчас уже ямы образовались такие, что там точно колеса можно оставить. Значит, мониторят они как самостоятельно, так и, значит, мы им постоянно подсказываем, где что-то надо, в том числе и по Речной. У них предусмотрено, я вам называю точную цифру, 10 тонн холодного асфальта для проведения аварийного ямочного ремонта. Вот именно вот в этот период. Там сейчас пока лужи не уйдут, а это неделя-две минимумы. Сигнализировать. Первое, что ли? Нет, там сейчас луж уже нет. сигнализировать можно даже вот таким, что через 20 минут у меня будет, значит, оперативное еженедельное совещание всех подрядных организаций, которые я провожу. Помимо, вы сделаете, потому что там... Глеб Игоревич, у нас предложение сделать... Сейчас, Евгений Борисович, сейчас, секундочку. Все-таки сделать предложение. Вот сейчас у нас очень много чатов от администрации идет, где включают и депутатов, и руководителей определенных подразделений. То же самое может быть сделать по дорогам, по ямочным, чтобы жители сигнализировали, соответственно, и... По крайней мере, администрация понимала, что появилась яма, а когда она будет ликвидирована. То есть есть там угроза или нет. Но это больше для пресс-службы, я так понимаю. Группу вот такого какого есть? Нет, ну это группа такого, это не надо там мешать. Поэтому есть так... Принимается? Коллеги, давайте, задавайте еще вопрос. Будь здоров. Евгений Борисович. Нужно, я хочу молить, дорога от северных воротов проспекта Ленина. Там уже таксисты отказываются. Прямо от северных ворот, дорога пластиковской дороги, и дальше где вот это неано, где постоят... Сергей Ильич, срочкой дороги, Магистрали, пожалуйста, сделайте упоминание. Потому что мы его не сделали, однако хватит. И Магистраль, и Министерство транспорта, поэтому сейчас, конкретно, сейчас там идет затопление опять, и там оно будет еще больше, когда сейчас пойдет подъем гуртон, он еще не начался пока. Значит, ответ нам пока поступает, значит, один. В этом случае дорога требует, значит, реконструкции, то есть проекта, ее подъема, значит, иного пути они пока не видят. Но там действительно катастрофа, там беда. Это факт, я его рода знаю. А участок, даже северный шварот, пластиковые дороги, просто собрались. Где-то в город, бездельный, пожалуйста, корректировку, смотря на организацию. Какие дороги делали? Объездной путь, заезжают на северные ворота все машины, и воедут ли, на левом, и в России, все. Какие дороги делали в прошлом году по гарантии к ямочным ремонту? В прошлом году тоже самое. Не за мой счет, а за счет, кто делал. Какие дороги? Ну, сдавай вопрос, сейчас. Не за мной. Ну, а что это было? Все. По прошлому году, дороги, которые были отремонтированы, есть гарантийные обязательства на сегодняшний день, если дороги требуют определенного ремонта по гарантийному гидальству. Иначе не длиннее города будет делать не ямочный ремонт? Смотрите, значит, гарантийные обязательства, они вносят разные сроки, зависит от вида работ, которые там проводились, да? Если это идет ямочный ремонт, то срок гарантийных обязательств это год, если ямочный ремонт. Если это ремонт, он будет так и ближе к капитальным, там верхний слой и прочее, там пять лет. Это единый установлен требования. Значит, по тем дорогам, которые делались в том году, вот в таком объеме на 77 миллионов рублей по программе развития транспортной структуры, это Пушкинская, часть Терешковой, значит, которые будут продолжены еще в этом году, они не закончены, эти работы. Значит, там, если при наличии этих выборов, но там пока ничего нет такого, значит, конечно, гарантийные обязательства будут выполнены в полном объеме в течение пятилетнего срока. Значит, я хочу сказать, что этот контракт, он не закончен по этим дорогам. У нас с первого апреля у нас продолжатся работы по ремонту улицы Терешковой от Гайдара до Грибоедова, вот этот участок гиблый совсем который, его в том году не делали, но он идет в одном контракте, переходящем на 19-й год, с 18-го года. Значит, по этому же контракту, значит, будет выполнено переходящему контракту ремонт нашего участка проспекта Дзержинского от площади и до воинской части, вот этот участок, который сейчас там. Так это тоже там магистральная дорога. Магистральная идет дальше, от воинской части и пошла туда, в ту сторону. Значит, это работа, переходящая с прошлого года. В этом году мы, значит, будем делать, после того, как водоканал сейчас завершит работы по реконструкции своих, значит, сетей там, инвестиционных, у нас на вот эти там практически 100 миллионов рублей по программе. Первый раз мы вошли в этом году в безопасные и качественные дороги. Значит, это будет делаться улица Удрис, улица Октябрьская, проспект Свердлова, наш участок в сторону завода Свердлова от Красноармейской. А улица Удриса будет сделана с парковочным карманом в районе 38-й гимназии? Значит, парковочный карман в этом проекте не предусмотрится пока. Будем думать, желание есть по этому поводу указания. Значит, будем смотреть. А также улица Советская и Молодежь. Там не проехать, там ты утром, особенно, когда детей приводят в школу, там начинают ставить машины вдоль дорог, там родители. Это не только проблема этой школы, это... Ну, я понимаю, если делать будут Удрисы, то сразу при работе этой школы, пожалуйста. Сколь мы говорим о безопасном городе, мне бы хотелось застрять внимание на разгонных карманах и парковочных карманах по проспекту. Пожалуйста, зафиксируйте. Ваши пожелания, ничего не знаю, ничего не знаю. Ребят, давайте так, коллеги, напомню, у нас вопрос по ямочному ремонту. Ничего не знаю. По ямочному ремонту то, что касается... Я предлагаю к вопросу по оплатировке дорог вернуться на следующем комитете. Соответственно, попросим подробно, чтобы они нам дали, какие дороги будут ремонтироваться, что будет включено и, соответственно, какие суммы денег заложены на те или иные дороги. На снорбитское прошедение как вообще? На сегодня, смотрите, коллеги, давайте так, еще раз говорю, у нас ямочный ремонт с вами вопрос. Я предлагаю все-таки по этому вопросу к следующему комитету опять вернуться. Мы будем понимать с вами, организовала, администрация какой-то чат или еще какой-то дополнительный сайт, куда могут обращаться жители обычные с сигналами о том, что здесь на каком-то участке ямы и, соответственно, по работе за месяц у нас с вами до следующего комитета, что сделано в течение месяца по ямочному ремонту. Принимается, коллеги? Да, еще добавить сейчас сказали, говорили про Пушкинскую и Терешкову, что там никаких проблем нет, вы проедете, посмотрите, что там я каждый день езжу, там караул, вообще и Пушкинская и Терешкова. Есть участки, которые... они все убиты, там не участок, там просто убиты Терешкова, вот эта Пушкинская особенно, она вообще убита вся. Она в том году не делалась, эти участки, они будут делаться в этом году полностью, хон-н-нувер. Там вообще нет дорог. Коллеги, ставлю на голосование мое предложение. Кто за? Против, издержался, Петр Николаевич. Пока, спасибо. Сомаком будем? Нет. Сомаком не будем? Пятый вопрос о разработке положения и порядке сноса самовольных построек. Значит, смотрите, коллеги, все-таки это у нас с вами уже не первый раз обсуждается данный вопрос и это тема двух комитетов. У меня все-таки есть предложение с Юрием Владимировичем и Юрием Владимировичем с учетом того, что этот вопрос затрагивает двух комитетов, провести совместное выездное совещание с приглашением нового руководителя администрации. Потому что, скорее всего, люди у нас новые, они данный вопрос пока не полностью владеют, надо нам выбрать какую-то территорию, привезти на данную территорию и показать новому руководству администрации, что они из себя представляют. И, соответственно, там потом или совместный комитет провести или на твоем комитете рассмотреть. Принимается, коллега? Юрий Владимирович, хочешь добавить что-то? Ну, да, тут прилично с моей точки зрения. Нам надо сначала определить. То есть администрация нам просто реально говорит, что не требуется, ну, то есть нецелесообразно. Ну, я считаю, что еще раз говорю, они пока не владеют ситуацией, поэтому нам надо сначала их вывести. Давайте тогда, знаете, этот вопрос мы поднимали, первый раз мы поднимали этот вопрос при старой администрации и, соответственно, скорее всего, этот шлейф придет оттуда же. Тогда у меня просьба. Значит, может быть, мы на нашем комитете, скажем так, примем решение о проведении совместного комитета и отправим ко мне на комитет, а мы на комитете уже саккумулируем, потому что мы будем задавать все равно профильные вопросы, то есть специально обученные люди нашей администрации, на котором мы уже сформируем, может быть, куда выехать, там, порядок или еще что-либо. Принимать, Герой Игоревич, нам стоит только куми привлекать или еще будет кто-то представитель других департаментов? Погнал вопрос. УАГ. УАГ. Обязательно. Дело в том, что я разговаривал с вами, с вами Николаевич, на предмет вот этого вот, то есть по сносу вот этих всех вещей, он сказал, что покажите мне, кто написал вот эту писульку и дайте мне ее, что не цепляет, целесообразно. Прочитаю фамилию, и он готов был что-то кому-то отгрызть. Что именно? Нет, это поставлено на сковом здесь, а печати стоят. Он исполнитель, вон, вон, мелкими буквами. Я не вижу, вон. Мелкими буквами исполнитель. Рабин, готовься. Нет, нет. Все. Все отгрызли. Надо донести тогда, Иван Николаевич. Нет. Так, коллеги, давайте, смех смеху, вернемся, все-таки, вопрос о том, что надо будет выехать совместным комитетом, но чуть-чуть, вот немножко потай, да, Иван Николаевич? Смотрите, дело в том, что, вот смотрите, давайте сносы этих построек, там прочих незаконных, и прочих вещей. Я готов отдать этот комитет в Сейхармус. Это тема, Я просто прошу еще раз, давай совместно выйдем, чтобы понять проблему, новая администрация донесем, а дальше уже... Окей, ладно, тогда я на нашем комитете по архитектуре земли выскажу это мнение, то есть, вытащим... Юрий Владимирович, давай тогда будем на тебя ориентироваться, скажем, может подсохнет, чтобы там было видно вот эти все прелести, то, что Саваев... Я думаю, что и администрация к тому времени, пока подсохнет, подготовится к этому вопросу более тщательно и найдут возможности для работы. Да, да. Мы сейчас... Смотри, на сегодняшний день администрация нам сказала, что не надо, это нельзя делать, что то, что Юрий Владимирович сейчас сказал. Но Иван Николаевич понимает, что это неправильно, и мы понимаем, что это неправильно, то есть, к этому вопросу возвращаемся. администрацию, новую администрацию на сегодняшний день надо вести в курс дела, показать, что из себя представляет сарай, который необходимо сносить. Соответственно, для дальнейшей работы то, что они... Был какой-то порядок разработан со стороны КУМИ или УАГа. Его надо разрабатывать при любом расходе, нельзя оставлять в курсе, в горячем сарай, и прочее. Нет, они нам сейчас отказали. Отказ. То есть, говорят, что порядок разрабатывать не будут? Нет, они сказали, что порядок разработать 222-й статье Гражданского кодекса. Как бы было? Вот они так ответили. Нам нужна наша программа, под нее надо деньги закладывать. Какая разница, какой порядок? Совершенно верю, Иван Владимирович, поэтому еще раз говорю, будем возвращаться, причем еще раз, но с учетом того, что новая администрация только начала работать, будем показывать, что это необходимо делать. Да. Коллеги, кто за данное предложение? Кто за? Я хочу участвовать. Отлично. Кто, Юрий Владимирович, пригласишь? Ну, мы оповещали. Коллеги, все депутаты комитета будут оповещены, так что и того, и этого комитета. Следующий вопрос, шестое заключение, дополнительное соглашение своего ДВК. Докладчик у нас Рабин, значит, смотрите, там вопрос какой касался. У нас КУМИ делает инвентаризацию определено так, и, соответственно, выявляется то имущество, которое не приинвентаризировано, и, соответственно, это имущество надо будет включать в концессию. Вопрос только следующий, вот правовое управление говорит, что нельзя это делать так, или можно? Но кто докладчик у вас будет? Правовое управление КУМИ? Другой вопрос. Какой другой? Там другой вопрос. О, я перейду. Там вопрос в соглашении. Другой вопрос. Там продукт в соглашении. А, все, извиняюсь. Я, может, уже... Да, все, 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 все. Пардон. Значит, дополнительное соглашение, которое бы описывало процедуру регистрации и постановки в муниципальный реестр вновь вновь отремонтированных, вернее, отремонтированных, это вновь возведенных объектов, которые находятся в концессии. На сегодняшний день, ну, там, на сегодняшний день подписанное соглашение со стороны ДВК мы получили. Получили его в прошлое 13-го числа. Однако, ДВК включило в это дополнительное соглашение еще другие пункты, связанные в том числе с уточнением вот этой процедуры и еще там несколько пунктов. На сегодняшний день мы отправили это дополнительное соглашение на согласование в профильные департаменты и правовый департамент. Как только они нам дадут свое положительное заключение, если дадут положительное, то мы сразу подпишем на это соглашение, оно, кстати, вступит в силу. Сколько времени у вас надо времени узнать? Месяц, два, три, полный? Ну, то есть в апреле уже все это будет все понятно? То есть, если будет положительное заключение, то да. А если не будет положительное? Ну, продолжать работу с ДВК для того, чтобы все эти вопросы Ну, это касается в принципе не только ДВК, это касается и по ОТОПЛЮС, в том числе. Тут вопрос затяжка по времени. То есть, то имущество, которое они ремонтируют по условиям концессии и по ОТОПЛЮС и водоканал, они должны передавать соответственно в том состоянии, в котором они отремонтированы на баланс администрации. Эта норма на самом деле есть в законе, поэтому мы немножко дублируем, но это правильное дублирование. Если это не внесено в концессию с ДВК, то он тоже внесен. Это не искусственная затяжка по времени. Да, у меня, например, это специально для того, чтобы в прошлое время на ТВК. У меня просто вопрос следующий, например, вот сегодня условно, я как конституционер вложил миллион рублей в какой-то там объект и соответственно если я сегодня передаю на баланс администрации, то он будет стоить и у него балансовая стоимость миллиона рублей. Если я передаю через год, через два, соответственно, это уже не миллион рублей, а согласно остаточной стоимости, там, я не знаю, будет 999 тысяч. Ну, я условно. Вот. и получается вот эта затяжка времени, я не знаю, как-то, это неправильно по сути. Про что вы говорили? Нет, ну, мы... Кажется, на самом деле, мы ежегодно ставим на баланс эти объекты. Новые. Ну, мы же запросили, когда перед Новым годом, что, какое имущество было поставлено. там, по сути, 0,0 десяток был поставлен на баланс в администрации. А объекты, они ремонтируют каждый год. то есть объекты, которые были выполнены еще года 2-3 назад, до сих пор так не стоят. Так, коллеги, тогда к этому вопросу, с учетом того, что на сегодняшний день, на сегодняшний день еще вопрос сырой, переносим на следующий комитет. Так? Кто за данное предложение? Кто за? Он потом сухой. Против. Выдержался. Спасибо. Следующий вопрос о ходе проведения контрольно-счетной палаты проверки эффективности решения полномочий купить по контролю за исполнением обязательства ОВДВК по консессии. На сегодняшний день, коллеги, я знаю, что КСП еще до конца не закончена проверка, так? Да. Значит, нас интересует информация, когда будет закончена, какие сроки вам надо еще продлять, не продлять. Нет, проверка у нас до 29 марта. Акт мы выведем в срок. Значит, что касается того, что нам предоставили, очень мало информации предоставлено от КУМИ. Очень много написано, что информация будет предоставлена позже. Поэтому в акции Ну, так а если информация будет предоставлена позже, как вы сможете 29-го закончить? Ну, для ответа на вопрос эффективно или нет полномочий КУМИ информации достаточно. То есть у вас достаточно, да? Да, нет первички никакой. То есть, что не предоставлено, не предоставлено никакие первичные документы. Ну, тогда ждем следующего, ждем следующего комитета, вы на следующем комитете, нам уже будет полный отчет. Отчет будет, да, и уже через 5 дней они нам дадут ответ на наш акт. Посмотрим, что они напишут. И будет уже составленный отчет полностью. Коллеги, ждем до следующего комитета. Кто за данным предложением, кто за, против. Спасибо. А следующий вопрос об организации проведения субботника в местах массового отдыха горожан. Петр Николаевич Лунин. Коллеги, значит, по организации... Петр Николаевич, давай сразу к вопросам. Вернемся, мы к старой системе, когда будут привлечены предприятия города Дежиловска к уборке территорий городских. Значит, задача главы города поставлена по предприятиям. Мы полагаем, что их будут участвовать не менее 50. Но переговоры еще не проведены, так? Нет, у нас оповещения направлены, все мы делаем, отрабатываем совещание, еще такого в прямом смысле администрации нет. Вопрос поставлен о наведении порядка предприятиями на прилегающих территориях к самим предприятиям. Ну, то есть, те, которые находятся в городе, такие как там НИИК, там ОД, понятно, это и касается наведения порядка, в том числе и в промзоне, потому что это связано прежде всего с теми межмуниципальными, межрегиональными дорогами, которые у нас проходят. Главой города поставлен такая задача, и мы ориентируемся на это. Дело в том, что работа по привлечению в городе, Олегович, вы это прекрасно знаете, последние годы она не дает должного эффекта. Те, кто хотят работать, такие как НКС, Калинов мост, прочие, они традиционно ежегодно свои участки как-то там убирают, на улице Октябрьска, и другие, есть там, НИИК, там, и так далее. другие ссылаются просто на то. И даже с промзоны уже сейчас приходит ответ, что мы находимся в процедуре банкротства, у нас внешний управляющий, у нас ничего нет, никакой территории нет, там 5-10. Вот задача, это работа проводится. Конкретные места массового отдыха и прожанных. Значит, с 1 по 7, с 1 апреля по 7 мая сейчас постановление уже встадет издание, план проведения субботика тоже. Зоны массового отдыха, они будут проводиться, уборка традиционно будет с увеличением не только в период месячника, но во время субботника. В субботнике мы планируем не только там силами администрации, но также с помощью территориального общества самоуправления, с помощью нашего экологического блока, который достаточно там, значит, есть ресурсов. То есть порядок в этих местах будет наладиться как ежегодно, всегда никаких опасений о том, что там что-то будет, не будет делаться. На сегодняшний момент нет. На ТОСы привлекать вы собираетесь? Как туда? Местам общих каким образом? Я имею ввиду, что, ну, тогда вообще самоуправление, конечно, на дворовых территориях. Ну, я понял, а на каких основах? Там вы что-нибудь, там будете инструменты давать или еще что-то? Нет, мы будем рекомендовать им работать в этом вопросе. как и всем остальным. Нет, ну, ну, дальше что? Ну, так вы им не помогаете, рекомендуете, как бы им что-то как-то это снимет, работать над ТОСами, там ТОСы, там такое количество людей у нас в этом городе живет, как бы, а вы просто им рекомендуете, а как бы поддерживаете, не поддерживаете. Ну, сама организация, то, что туда машины направляются, там с управляющими компаниями работают. Такой не будет? То есть, даже организовать вот то, что вот? Нет, тем более, сейчас изменившись структурой, значит, работа по вывозу мусора, значит, эта тема, она даже не рассматривает, что мы за деньги администрации или какие-то, что будем какие-то работы проводить. Хорошо, Игорь Николаевич, а кто, а кто, подождите, коллеги, сейчас, секундочку, а кто, кто из администрации встречался с руководством регионального оператора, как это мы делали каждый год, для того, чтобы, ну, нам какие-то, я не знаю, талоны или просто машины на период субботника на полигон были разрешены. Значит, переговоры провели такие с кем? Значит, по бесплатному завозу на полигон такие переговоры в настоящий момент пока не проводились. С региональным оператором через две недели начало субботника. Мы еще, значит, встречаемся на следующей неделе, там будет несколько другой вопрос, в том числе этот вопрос обсудим, но, вы знаете, нам постоянно в последние годы идет в этом плане отказ с учетом их нецелевого, так сказать, использования талонов там и так далее. У них своя песня. Ну, тем не менее, коллеги, цвет такой расплывчатый, я не понял, что с кем были проведены встречи с предприятиями, кто конкретно дал согласие, кто не дал согласие. У нас с вами есть в городе целую кучу муниципальных предприятий, которые можно привлечь на субботнике и именно вместо массового воздуха. У нас есть управляющие компании, с которыми можно провести переговоры и, я так думаю, они не откажут в приведении порядка в каком-то, я не знаю, районе тех же самых бульвар химиков и, я не знаю, бульвар космонавтов. Осталось две недели, Пётр Николаевич, то есть вопрос... У нас все документы в стадии сейчас подписания, в стадии согласования. Все идет по плаву. Я не понял, с кем там согласование, с кем подписание. Слушайте, мне все равно вам нужно какую-то работу проводить. Ядни вот там чего-то. У меня просто толст на округе большой, как бы, а с ним еще никто даже не разговаривал. Ну, хоть даже лопаты, перчатки дать. Или это домпроводящая компания. То, что собрали, куда вывозить? Вот этот вопрос будет, который. За чьи счеты как вывозить? За чьи счеты даже вопрос другой. Куда вывозить? Лежки во дворах по субботнику будут стоять и разговаривать. Да почему у вас? Во дворах будет управляющая компания здесь большая. Управляющая компания. Вопрос другой. Надо же еще раз повторять. Есть Святое озеро, есть Шуховская башня, у нас есть тот же, да, бульвар Химиков, тот же бульвар Космонавтов. Курдонер на проспекте. Да? Ну, Курдонер там тоже, кстати, как вопрос. У меня вопрос по поселкам. Есть обелиски в каждом поселке. Там будем организовывать субботники. Вот оттуда мусор. Значит, вот то, что назвал сейчас Олег Викторович, в том числе и ваш этот вопрос, это все организовывает наш департамент. Значит, необходимые уже, значит, переговоры по организации работы с региальным императором, а там, где он не может в силу определенных обстоятельств увозить, не тот, там, у них видели морфологический состав, у нас сейчас заключаются, значит, уже контракты по статье ликвидации ликвидации и профилактики и профессиональные свалки. Но это не санкционерные свалки, вы что, ребят? Там же нет управления. Я назвал еще раз, ликвидация и профилактика организации возникновения этих свалок. У нас есть такие вещи, как массовые, значит, в Хавская башня, Святого озера. Мы вывоз мусора обеспечим с помощью регионального оператора, значит, по прямому договору с региональным оператором, либо по отдельному контракту с помощью бункеров, как мы делали каждый год. Ну, это когда будет? Коллеги, у вас должно быть... Это будет в апреле. Подождите, у нас с вами субботник начинается с 1 апреля, то есть, соответственно, там уже вот сейчас с 1 апреля жители начнут в выходные дни уже устраивать выезды на территории для того, что там шлыки пожарить или просто на природе побегать. А у нас, получается, мы к концу апреля только поставим бункера и опять будем привлекать... Ну, а как? У нас уже все это в процессе. Ну, хорошо, конкурс когда по вывозу? У нас, значит, на вывоз бункеров прямой договор без конкурса. Без конкурса? Прямой договор с региональным оператором на вывоз мусора. Сейчас, в силу закона, так. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что так возможно. Возможно. Я понимаю, если бы это было муниципальное предприятие, вы бы напрямую там договорились. На все остальные свалки, которых у нас на 154 миллиона там по округу, это уже будет проводиться аукцион отдельно на сейчас стадии размещения на 3,80 миллиона. Это долгая. Ну, слушайте, я вот, может быть, что-то не понимаю, рекоператор нанимает субподрядчиков для вывоза мусора. И как вы там с ними... Что-то мне непонятно, как вы там будете организовываться. Ну, ладно, поживем и увидим. Так, коллеги, я не знаю, что по этому вопросу, но вы видите, что все, пока слова. Выговор. Ну, это уже не нам решать с тобой, Игорь Владимирович, есть Иван Николаевич, там выговоры, пускай объявляют. Посмотрим, коллеги, что у нас будет после 1 апреля, как будут организованы субботники и ямочные ремонты, и субботники в том числе. Так, коллеги, принимаем информацию. Следующий, давайте. Орегулированной численности безнадзорных животных в 2019 году. Значит, регулированной безнадзорных животных в 2019 году, то есть, нам правильно понимают, что это государственная полномочия, это не полномочия муниципалитета, но это первая государственная полномочия с финансированием. На 2019 год сумма финансирования составляет 4 миллиона 275 тысяч с небольшим, доведенные лимиты обязательства составляют 4 миллиона 61 тысячи рублей. значит, всего... Сравни с прошлым годом увеличение, понижение? Нет, значит, сейчас все остается на том же уровне, но идет перераспределение внутри, я сейчас скажу об этом отдельно, по там некоторым суммам. Дело в том, что, значит, план по отлову безнадзорных животных и проведению с ними определенных мероприятий составляет 1340 единиц. Расчет этот делает комитет ветеринарно-надзора Нижегородской области, то есть это курирующая нас организация, то есть мы базируемся на их методиках, на их данных всех. Значит, значит, безнадзорных животных, вот здесь как раз тонко сейчас начинается, подлежащих отлову впервые 600 голов, количество безнадзорных в прошлом году сколько было? 1200. То есть уменьшение в половину? И количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, повторно, то есть уже прошло два года, там третий год, как мы работали, три года работали по этому контракту, то есть у них кончаются уже действия прививок от бешенства, там прочь и так далее, повторно 740 голов. То есть в общем количество отлавливых животных остается тоже. То есть веднадзор на основании заключения значит своего мониторинга делает вывод, что количество безнадзорных животных с применением системы территории в данном случае нашего округа уменьшается и сейчас есть необходимость уже повторной обработки этих животных в силу. Это радует уже. Вот таким образом. Значит контракты у нас значит все заключили. А помню, Петр Николаевич сопротивлялся-то когда на систему. Ну так я же в одиночку сопротивлялся. Ладно, коллеги, принимаем. к сведению, так? Мелых загубить. Переходим кому-то надо. Коллеги, переходим к следующему. Вопрос хочешь? Нет, по дорогам сразу скажешь, которые у нас последние сейчас идут уже. Чего? Пока какие-то пять дорог нарушаете? Я только сейчас называл всю процедуру. Светлого, Октябрьское, Советское, Молодежное, Утресе. Сея Анатольевич, мы запрос отправим от имени комитета, поэтому он будет письменный. Так, следующий вопрос о проводимых администрациях города мероприятиях по ограничению выхода людей на лед-водоемов расположенных на территории городского округа. Докладчик, господин Кошкин. Завидевайте. Значит, у меня вопрос следующий. У нас с вами со стороны набережной на Затон там идут кому-нибудь попадя, независимо от того, что есть там лед, нет, но люди бесстрашные. Что у нас делается для этого? Значит, мы разработали памятку для любителей зимней рыбалки и в этом году пошли по пути, вручаем памятку и человек расписывает. То есть, он идет на бед, на воду, да. Прямо у вас стоят пикеты? Прямо стоят пикеты. Ничего себе. настоящий момент буквально проинструктировано более 300 килограммов. вручаем памятку. Последнее, значит, наш инструктаж проводился 16 марта в районе, значит, реки Осовец, реки Акар и в Желушном вот заборе. То есть, как раз когда в сторону чайки. Значит, дойдем до... А? У вас два дня без пари, чтобы рыбаки ходят? Ну, извините, каждый день, как бы мы тоже не... у нас возможности нет, но уже порядка 300 человек, как бы мы... Нет, коллеги, тут смех смехом, все понятно, но просто мы почему это подняли вопрос, как у нас Дежинский организован, потому что, к сожалению, каждый год мы теряем людей. Ну вот в этом году, откровенно говоря, мы пошли по такому пути и в принципе врать не буду. Вот Глеб Павлович нам предложил этот путь, то есть мы прям эти памятки копим. То есть он прям расписывается? Прям расписывается. Нет, подождите, я вот иду без паспорта, я говорю там, например, ну извините, вместо Богданов, говорю, Савинов, и до свидания, пошел. Давайте их обиличим, потом найдут, скажем, а еще других путей, пока мы как бы особо не видим, потому что сами прекрасно понимаете. Другое дело, что у нас рейды проводят еще и ГИМС, мы измеряем толщину льда, пока толщина льда, позволяет там до 40 сантиметров. То есть лед мы, то есть мониторинг толщины льда он производится. Если действительно как бы будет уже критически, значит будем пытаться не пускать. А шлаги мы тоже сейчас как бы поставили, то есть народ проинструктирован. Глеб Игоревич, пожалуйста. Ну вот, здесь, коллеги, добрый день. На самом деле мы на эту тему проводили КЧС, подготовки к плану к интервирую и так далее. Значит, плацентских специалистов в скрытии должно быть это в первый декаде плеви. Соответственно, мы спрашиваем, а как вот это происходит ежегодно-то? Ну, ежегодно кто-то ходит, что-то кто-то говорит, дошли, не дошли, сказали, не сказали, но, как вы правильные кричи говорите, кто-то, к сожалению, тонет, кто-то на этой льдине в Тихий океан уплывает, а потом начинают жаловаться, что меня не спасли, а вот давайте, выручайте, а я не знал, мне никто не противил и так далее. Пошли, да, по пути, может быть, он покажется таким вот тупо прямленеемым, но ничего лучше, бумаги, расписки, еще никто не придумал, как подтверждение того, что человек подтверждет. Мы же не можем его за шкирку садить, такого нет. Пожалуйста, сиди здесь, пока ты сидишь, ну, будь любезен, ну, здесь распишись, что ты предупрежден, что скоро вскроется лед и сидеть уже опасно. При этом, те, кто не подписываются, их, извините, фотографируют, представляется, двусторонний акт, два сотрудника какой-то, в подписи отказался, вот и все. Пусть, пусть, пусть там, дальше сидит, сколько... Мину к ноге надо привязывать и на лед... И на самом деле, я бы вам еще сказать, что здесь это дополнительное, что ли, в хорошем смысле слова, такая вот положительная имя в городе Держинске, потому что ГЖИ областное признал вот эту, вот эту практику уникальную, они сами говорят, а что до этого носить, никто до этого не додумался. Они будут не только на областном, но и на федеральном уровне, вот, говорить о том, что у Держинске такая практика водится. Вот, это единственная практика, которая оставляет какой-то след. Теперь у нас будут люди, если при таком подходе, уходить за границу, на льдинах, ну и зачем за ними? Они бы писали, шшш, плывите, плывите. Нет, нет, секундочку, секундочку. Это не исключает, естественно, того, что их необходимо... В этом случае, здесь когда надо, это, кэш брать, как собак, слышишь, как собак. какое спасение стоит денег. Стоит денег. Ну, согласен. Вот и все. Так, а может, сразу их обелечивать, когда они на лед идут? Уложить в пехожистку, Нет, не вряд. Мы готовы, вытащили, сразу, не готовы, как бы, без вопросов. Пока то, что мы можем, мы делаем. Мы с вами опубликовали в Дзержинских подробностях. Ладно, смотрите, у меня вопрос следующий. Вот поступил сигнал, звонок там, все тонул. Откуда с нижнего бригада прибывает? Или с Дзержинской? У нас есть спасательный отряд, у нас есть ГИМС. То есть, у них техника есть. Они прям с лодками бегут с резиной сюда. Значит, подушка у нас нет. Сохрана на воздушной подушке у нас нет. Нету? Нету подушки, да? Ну, тогда не добегут ее. Однако, тогда не успеет. Определенные есть у нас и лодки, и приспособления. Ладно, коллеги, принимаем сведения. Немножко нас порадовали. Строим подняться. радует вас радовать. Позвольный год. Так, а включение города Дзержинска, пилотный проект «Умный город». Информация Глеба Игоревича. Глеб Игоревич, прямо с места давайте конкретно. Подходите, У меня, знаете, почему мы этот вопрос включили? Просто я лично, конечно, с господином Чибисом не знаком. Так, добрый день. Вот. Но, тем не менее, мы через руководство пытались с ними связаться еще в прошлом месяце и нам сказали четко, ребят, мы вас ждем. Это я как управляющая компания рассказывал. Типа, мы готовы, но, к сожалению, у нас финансирование нет. Вот если будет у вас финансирование, например, области, там, города, то без вопросов. Мы обращались, мы хотели включить нашу управляющую компанию именно по счетчикам, умным счетчикам. Вот. Но, к сожалению, сказали, ребят, финансирование только через город, через область. Давайте мы вас слушаем. Что скажем? Здесь чуть другое. Давайте тогда начнем по порядку, а потом, наверное, проще, может быть, перейти на вопрос-ответ, там, да, тема, что большая, там, говорить можно. Ну, да, да, кратенько. Ну, значит, что произошло в рамках вот этого международного форума смарт-коллога, ну, умная коллога, там, да, 14-го числа в городе Жинск, ну, я был, по-моему, по доверенности подписывать это в городе Жинск, это соглашение, было подписано соглашение между Минстроем Российской Федерации в лице Чибиса, правительством Нижегородской области и городом Держинск. Значит, город Держинск был отобран в число первых 15 городов Российской Федерации по реализации на территории города Держинска, ну, всех основных, там, таких работающих систем умного города. Значит, соглашение, но, носят, скажем так, рамочный характер, там не перечислены конкретной системы умного города, то есть, оно больше носит такой характер, там, регламент, да, то есть, при этом, предполагаемая сумма выделяем, да, это, при этом, то есть, что назначает, вот это включение, то есть, это не просто некое, там, пиар-мероприятие, там, мы включили, включили, там, дальше там, чего, то есть, в рамках него предполагается выделение средств Минстроя, то есть, вот, и будут деньги, да, вот, почему, то есть, еще раз, просто механистом объясняю, значит, в прошлом году, по-моему, это где-то в районе августа было, значит, раздел «Умный город» был включен в федеральную программу цифровая экономика Российской Федерации, есть такая программа, то есть, там, включена отдельная раздела, вот, при этом, значит, выделение средств в рамках федеральной цифровой программы, это достаточно, там, долгая вещь, но, чисто, с точки зрения, там, оформительства бюрократии, вот, поэтому Минстрой для упрощения этой процедуры, утвердил в проекте так называемый ведомственный проект цифровизации городского хозяйства, то есть, это, что означает, что в плане тех лимитов средств, которые уделяются непосредственно Минстрою, он может, ну, скажем так, спрямив некий змеевик, вот, бюрократические оформления, заявок, да, участвовать в софинансировании на территориях реально конкретных проектов. Вот, значит, сумма предполагаемая, еще раз говорю, предполагаемая, почему, потому что Минстрой на этот год точно лимиты средств на вот это софинансирование еще не утвердил. значит, ну, максимальная сумма, которая может быть выделена там городу, то есть, мы предполагаем, что да, такая будет, потому что мы по максимуму заявились на 600 миллионов рублей, отказа нету, а? А вот со стороны города какой-то софинансированный должен быть? Пока это тоже не определено, не определено, то есть, еще раз говорю, какой-то порядок, там, точная вот эта вот разведовка, кто, что, что от муниципалитена, что от субъекта и так далее, вот этого порядка еще нет. Для реализации вот этого софинансирования Минстрой учредил автономную некоммерческую организацию, как-то цифровая экономика называется, значит, там сейчас набирается там штат, то есть, она сейчас там формируется, но куратор по Нижегородской области вот Минстрой там уже определен. То есть, здесь получается так, что сразу же как там одновременно подписывается там соглашение о выделении, одновременно сразу же с... Но она программа долгоиграющая, я так понимаю. Да, совершенно верно, долгоиграющая, но еще раз говорю, пока детали, детали и регламент еще там не оконтурят. Значит, мы, естественно, там находимся в такой вот там постоянной, чтобы держать их в тонусе, я имею в виду, там, настрой находимся в постоянной связи там с нашим куратором, с тем, чтобы даже в какой-то степени даже сами им подсказываем, помогаем этот путь. Но мы сейчас понимаем, в каких направлениях мы пойдем, то есть, я не знаю, что именно там, какие-то... Значит, по направлению заявки. Заявка, она содержит не перечень каких-то точных проектов с техническими, финансовыми, экономическими там показателями, почему? Потому что, ну, подготовка проектов, она сама по себе занимает там и время, и стоит денег, да, то есть, самая непосредственная расчетная часть. Поэтому мы заявлялись такими там крупными мазками, что нам нужно реализовывать проекты умного города в городском хозяйстве, в транспорте, то есть, мы дали просто по отраслям. это первое. Второе, ну, под это дело подготовили соответствующие исходные данные, ну, как то, например, исходные данные по, например, системе, инфраструктуре наружного освещения, то есть, что она себя представляет, какие основные проблемы видим и что, и какую реконструкцию необходимо провести. То есть, ну, таких вот, что ли, исходные данные достаточно подробно, а что нужно сделать в достаточно таких верхнеуровневых цифрах, чтобы нас потом никто за это не цеплял, за конкретную цифру. То же самое там сделали по транспорту, то есть, по пассажирскому транспорту, сколько автобусов нужно и какое мы видим дополнительное оснащение системой умного города, мы считаем сессообразным. Ну, это, например, то же самое, почет пассажиров, счетчики пассажиров потока, персональные навигаторы, там, водителей, для того, чтобы сделать рабочих, где нет, руководителя, мы, естественно, говорим о МОПе-экспресс, в нашем городском, в целях его там укрупнения. Причем, эти же проекты умного города, они же, естественно, подразумевают и установку соответствующего системного программного обеспечения, что в целом будет, собственно говоря, формировать те же самые там слои, единой интеграционной платформы города, с тем, чтобы создать единую интеграционную платформу. Вот, собственно говоря, так, то есть теперь мы предлагаем, я же извиняюсь, а нет опасений того, что они завтра скажут, ну все, ребята, вперед в бой, софинансирование, например, 20-30 процентов, а у нас бюджет? Ну, понимаете, как, такое опасение, безусловно, есть, но мы не знаем этих условий, может 20, а может 0, а может 5. Ну, понятно. Мы же заранее с вами, мы же не можем предусмотреть то, чего мы не знаем. Правда же? А они будут приезжать оценивать, например, объем работ, или как это будет? Значит, я вас понял, давайте так, то есть пока мы видим перед собой там следующую задачу, то есть пока там коллеги в Верхъеме разбираются там с порядком, там какой он будет, сякой он будет, там какие бумажки нужны, там и так далее, нам безусловно нужно эти проекты уже начинать формировать и чтобы они были вот в готовом виде, чтобы приезжали, условно там тревожные чемоданчики, там вот по освещению, вот по транспорту, вот по дорожному хозяйству, вот умная школа, там и так далее, и так далее, и так далее, да, вот, что когда настанет там время Че, все, раз взяли, все, если нужно только форму какую-то там, за счет бюджет, за счет бюджета, это какого-то, готовить, конечно, это такое довольно, да, а какие это деньги, ну, достаточно, достаточные, проекте, извините, сколько стоит сделать проект, и да, или что, ну, проект, например, смотри, проект, проект, проект по освещению, это от миллиона и выше, то есть тут, смотри, какие-то задачи поставлены, то есть, совершенно верно, смотря в какую подробность, если опять же, на примере, вот, освещение, да, как Олег Викторович говорит, если это некий там расчет по киловарности, по штукам, по экономии, там, с тем, чтобы показать, условно, там, какие мы целевые показатели по достигаемой экономии, в конечном итоге, там, в деньгах, там, да, то это некая финансово-экономическая модель, там, и одно, где, условно говоря, мы будем показывать сейчас вот такие светильники, меняем светильник, ватность в ватность, уменьшая, там, и прочее, если будет подробность, более, если будет запрашиваться, скажем так, с большей технической подробностью, например, там, типа, предоставьте в диалогсе светтехнические решения, ну, это понятно, это специализированный программ, коллеги, ну, о чем мы с вами в январе говорили, что будут проекты, соответственно, можно будет вылезать в какие-то федеральные программы, нет проекта, соответственно, мы не влезем. Правильно, сидеть и выжидать этого абсолютно будет неправильно, потому что можем опоздать. Нам уже сейчас необходимо эти проекты фреймровать, и мы этим вопросом занялись. Почему? Потому что, помимо всего прочего, как обычно это бывает, заявили, вот, знаете, 15 городов, условно говоря, одно количество денег, потом, значит, что-то произойдет, наверняка, какая-то усушка, утруска, чего-то куда-то, на кого-то там не хватит, естественно, пусть не хватит на тех, кто не успел подготовить эти проекты. То есть в первую очередь, естественно, будет финансировать тех, чьи проекты, безусловно, готовы. Эти же деньги, Игорь Шашхина, Można, еще не будет потом если что-то, мы же потратим деньги на проекты, мы же их потом можем показать в качестве софинансирования, если как бы... Совершенно же, как часть проекта, да, безусловно, то есть это, то есть некое обременение проекта, то есть возврат суммы по софинансирования, для того, чтобы этот проект в свое время предварительно было подготовлено. Риск минимальный, поэтому здесь потери. Так, коллеги, все понятно, Глеб Игоревич, спасибо. Через какие вопросы? Я считаю, что правильно, что администрация ввязала сбой, и там уже будем исходить ситуации, куда нам дальше плыть. То есть, в принципе, на наш взгляд, что делать, какие проекты готовить, понятно, по каким направлениям? Смотрите, у нас предложение, смотрите, подсказывайте. Вот я про что хотел сказать, что у нас коллеги, кто-то силен в одной области, в другой, поэтому приглашайте, не стесняйтесь, мы готовы вам помогать. Давайте так, то есть мы будем, ну, как что говорится, ходить шагами, то есть по мере подготовки проекта они будут, естественно, иметь некие уровни подготовки, то есть по мере формирования этих уровней мы будем тогда с профильными, ну, с коллегами там из вас встречаться, там обсуждать, если все нормально, дальше детализируем, то есть вот в таком виде. Вот, но, безусловно, количество, то есть и сами проекты, их количество, то есть должны быть подготовлены независимо от того, понятен регламент, непонятен регламент и независимо от того, дают нам эти 600 миллионов и так далее. Я не исключаю, что где-то они, естественно, в Минстрое какую-то для себя пометочку сделали в количестве каких-то денег, да, и предполагая, что кто-то наверняка отвалится из-за нерасторопности, естественно, Дзержинский ни в коем случае не должен быть таковым, а надо идти впереди там планеты всей. Возможно, за счет отваливаемых, может, и денег-то больше будет. Понятно. Коллеги, что, принимаем сведению? Спасибо за информацию. Вопрос есть? Нет, в этом фонде остаются деньги, грубо говоря, да, чтобы отвалился? Коллеги, повестка дня закончена. Спасибо. Спасибо.